Три года назад команда мэра города Александра Рогачука стала инициатором проведения фестиваля конкурса цветов краски Бреста. В 2019-м добрая традиция дала свои результаты. Цветочный фест приобрёл новые очертания. Стал красивее, ярче и масштабнее. А также к основному месту проведения – это парка культуры и отдыха – добавились новые площадки, чтобы показать всю бесподобность представленных инсталляций – набережная Франциско-Скарины и городской сад. Стояли задачи украсить наш город цветочными композициями, чтобы в день празднования тысячелетия город благухал цветочными композициями и цветами. Порядка 130 предприятий, учреждений, образования и организации приняли участие в конкурсе фестиваля краски Бреста, благодаря которому сегодня областной центр в прямом смысле цветёт и пахнет, и, что немаловажно, удивляет своей оригинальностью и неповторимостью. Впечатлила горожан и птица Феникс. Инсталляция стала символом восставшего буквально из руин городского сада. Птица Феникс – это символ личной жизни, символ возрождения, мужества и силы. Птица Феникс приносит к нам в дом добро, благосостояние и счастье. Всё вот это мы желаем нашему родному городу. Река времени, кветковая гостюня, пушкинские мотивы навстречу тысячелетию. Каких только композиций не было представлено на фестивале. Зрелища впечатляющие. Создатели инсталляции не на словах, а на деле показали и проявили любовь к родному городу. Мы хотели показать вообще, что мы гостеприимны, мы дружные, любим красоту, тепло, уют. Создаём не только на показ для людей, но и для себя. Потому что наша эта композиция будет стоять в нашем детском саду на центральном входе. Заявить решили о себе в первую очередь с точки зрения даже рациональности. Поскольку учреждение уже много лет, оно требует своей реставрации, своего обновления. И в этой цепочке у нас возникла идея поставить вот такой образ из дерева место встречи, место обмена информацией. В этом году мы обратились к нашему известному кузнецу города Бреста и попросили сделать продолжение. Пушкинские мотивы продолжения. Он сделал нам Натали, Наталья Николаевна Пушкина. Наши дети вдохновились настолько, что сегодня с родителями пришли на фестиваль цветов. С праздником нас всех! Сегодня необыкновенный праздник. Необыкновенный. Фестиваль цветов – это радует наше эстетическое чувство и души. Мы ежегодно принимаем участие в этом замечательном фестивале. Мы сегодня смотрели, как горожанам нашим очень нравятся все композиции, которые были представлены сегодня. Они фотографируются, создают настроение. А мы тоже очень рады, что у горожан наших хорошее настроение. С днем рождения, наш любимый город Брест! Действительно, цветочные украшения словно живопись, которые радуют не только глаз, но и душу. Не хватает эпитетов, которые передали бы всю фантазию творческих мастеров фестиваля. Весь энтузиазм и глубокий смысл, который таит в себе каждая работа. Однако, как отметил мэр города, на этом не стоит останавливаться. Сегодня только выбран тот путь, то направление, благодаря которому наш город станет самым зеленым и цветочным в республике. Все лучшее впереди и зависит от нас самих. Наша задача, чтобы порыв украшения города исходил от каждого жителя. Будь то житель многоэтажного дома, будь то житель усадебной застройки. Ну а то, что пример возведения дают наши учреждения бюджетные, прежде всего наше образование, показывает то, что немножко они стараются. Пока только начало большого пути. Я ожидал бы большего участия именно частных лиц, частных предприятий в этом конкурсе. Понимаете? Не обязательно выставлять эти экспозиции здесь в парке. Более того, в следующем году мы, наверное, все это перенесем в городской сад, как вариант. Понимаете? Поэтому это только начало большого пути по озеленению, по украшению нашего города. Сегодня о стремлении преобразить свою территорию, свое учреждение или предприятие заставляет неравнодушных горожан создавать ту красочную феерию, которая вдохновляет и будет вдохновлять и на дальнейшее создание красоты всего цветочного многообразия. А лучшие работы станут украшением областного центра.